Современный герой нашего времени. Какой он? Его образ создал в своих очерках чувашский писатель Владимир Кузьмин. О новой книге «Родник души» и «Творческом пути» писатель рассказал на встрече со студентами филологического факультета Чувашского государственного университета. Очерки, статьи, репортажи, публикации Владимира Прокофьевича не с честь. С книгами проще. Их он написал и выпустил более 20 на русском и чувашском языках. Ему 80 лет и не было ни года, чтобы он не брался за перо. Того требовала профессия журналиста и внутреннее желание запечатлеть события на бумаге. И каждый раз на творчество вдохновляли окружающие его люди. Фотокорреспондент, участник Великой Отечественной войны, инвалид, служивший в мотоциклетном полку резерва фронта. Их бросали, где надо сразу в бой. И он там был ранен тяжело. Вернулся на работу бригадиром колхоза и увлекался он фотографией. Сам писал много. Тогда, в 50-х годах, в родном Вурнардском районе Владимир Кузьмин выпускал рукописный журнал, что символично издание носило имя «Родник». Новый родник – души, отпечатанные типографским способом и в современной обложке вобрал в себя истории из жизни современников автора. Кстати, герои книги сегодня тоже пришли навстречу. Это писец нашей эпохи. 20-го века, начиная с 40-х годов и 21-го века по сегодняшний день. Он пишет о людях, уже прославившихся, известных, хороших, значит, описывает эпоху в лучших ее совершениях этой нашей эпохи. Владимир Прокопович по фактам, по жизни, по деятельности каждого героя пишет и дает приговор нашей эпохе. Благодаря правдивому слогу получился и современный облик героев нашего времени, творцов и тружеников. К ним можно смело отнести и самого автора книги.